Доброго времени суток! Я Лена, дизайнер-консультант салона «Акварель» в комплексе «Маркштадт». Сегодня я не буду вам рассказывать о стилях и тенденциях моды в интерьере, а расскажу я вам сказку. В одной прекрасной стране акварели жили-были король с королевы, и была у них несравненная дочь Наслада. На ее 16-летие пригласили гостей. Пришла и фея, которая подарила ей волшебную комнату. В комнате окна были прикрыты тяжелой парчой с золотым дамасским рисунком, изящной золотой сеткой, а посреди комнаты стояла кровать с золотым покрывалом, бархатными подушками, золотыми кистями. В комнате мебель была обита темной парчой с золотом. Единственное, что принцессе разрешили выбрать самой для своей комнаты, это был балдахин над ее кроватью, который абсолютно не вязался с общим интерьером, но зато он напоминал ей о весне. Родители выбрали принца из страны светлых дождей в мужья для своей принцессы, и решили познакомить их в волшебной комнате. Принц прибыл во дворец, и, найдя принцессу в ее комнате, был поражен ее красотой. Опустившись на одно колено, он спросил, «Несравненная наслада, желаешь ли ты стать моей женой?» Принцесса не расслышала его слов и равнодушно сказала «Да». Принцу не понравился ее холодный ответ. Он решил, что принцесса соглашается не по своей воле, а потому что обещала отцу. «Я неприятен вам?» – спросил принц. Принцесса подняла свой взгляд и нашла принца очень красивым. Она поняла, что ему не понравился ее холодный ответ, и она решила более твердо и весело сказать «Да». Счастливый принц был поражен. Отец-король не предупредил его о том, что принцесса на все вопросы отвечает «Да». «Я неприятен вам, но вы хотите стать моей женой?» «Да», – нерешительно сказала принцесса, видя, что принц все больше сердится. «Ты смеешься надо мной?» «Да, мой принц». Счастливый принц был несчастен. От гнева он не находил слов. Он решил, что принцесса шутит. И он либо заставит ее бросить ее глупые шутки, либо вернется в страну светлых дождей. «Ты любишь меня?» «Да», – с облегчением вздохнула принцесса. С каждой минуты ее любовь к принцу разгоралась все больше. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» Принцесса молчала. Она видела, что принцу не нравятся все ее ответы. Она не хотела, чтобы он ушел, но не знала, как сделать так, чтобы он остался. «Ну что же ты?» – отвечай, – потребовал принц. Принцесса молчала. «Я жду, отвечай же». Принцесса не хотела, чтобы принц ушел, но она не знала, как сделать так, чтобы он остался. «Я жду, отвечай». «Да», – еле слышно сказала принцесса. «В таком случае прощай». Принц еще раз взглянул на принцессу, сказал прощай и направился к выходу. По лицу принцессы полились горячие слезы. Она посмотрела вверх на балдахин, и чары комнаты ослабли. Что-то заставило принца обернуться. Ему показалось, что ее губы шепчут слово «нет». Он ринулся к ней, и тотчас же из души измученной девушки вырвался крик. Она кричала «нет». Текстиль создает не только уют, но и волшебство. Создайте сказку в вашем доме. Приходите в салонный акварель в комплексе «Маркштадт», и все заиграет новыми красками. Продолжение следует...